Всем привет! Продолжаем делать тесты по английскому языку. У нас уровень elementary, самая классная книга. English File, Quick Test, Number 2. Погнали! Первое. The window, please, it's called. Close you, you close, close. Окей, смотрите. Когда вы просите или говорите, или даёте инструкции кому-либо что-то сделать, вы просто используете глагол. Просто говорите. Open the window, close the door, sit down, stand up, shut up и так далее. То есть вам не обязательно ставить в начале субъект. То есть не то, что не обязательно, а не нужно ставить. То есть если вы скажете, ты закрой окно, you close the window, то это будет означать как бы, нет-нет, я не хочу закрывать окно, ты сам закрывай окно, you close the window. Здесь мы просто даём команду close the window или просим кого-либо закрыть окно. То есть нам нужно поставить обычное действие слово. Нельзя использовать you, close you, это вообще нонсенс. Просто close the window, закрой окно. Всё, глагол и объект. Что закрыть нужно? Close the window, please, it's called. Number 2. In my bag I have a... Смотрите, неопределённый артикль. То есть, почему это важно. В моей сумке у меня есть headphones, научники, dictionary, словарь tissues, салфетки. Э используется всегда с единственным числом. Нельзя сказать a for headphones, потому что э означает one. Это означает one, то есть что-то одно у меня есть. So, конечно же, I have a dictionary. I have a dictionary. У меня словарь. Ещё раз, почему? Потому что dictionary – это единственное число. Headphones – множественное число. Tissues – множественное число. Headphones – единственное число. Используйте a dictionary. Э используется только с единственным числом. С множественным числом в таких контекстах используется some, some tissues. То есть, у меня есть несколько, несколько, да, какое-то количество салфеток. I have some tissues. In my bag вы можете использовать в конце предложения, то есть, даже лучше использовать это в конце предложения, если вы делаете предложение, начиная с места, где именно лучше ставить запятую. In my bag I have a dictionary. Or there is a dictionary in my bag. Number three. Fast – I'm worried. Don't drive. Drive – это ездить на машине. Не еть быстро на машине. I'm worried. Я волнуюсь. Как мы скажем? Don't drive. Drive not. Not to drive. Это мы говорим, что? Don't drive. Don't drive fast. Не есть быстро. Известная песня. Don't speak. Не говори. Don't speak. Don't drive. Don't ride. Don't scream. И так далее, да? Don't do it. Не делай это. То есть, если вы кому-то говорите что-то не делать, используйте don't. Не делай это. Don't do it. Don't do it. Не смотри на меня так. Don't look at me like that. Don't look at me like that. И так далее. So don't drive. Нельзя говорить. Drive not. Not to drive. Нет, просто don't drive fast. Don't speak too fast. Number four. They are old jeans. Old jeans. Jeans old. Смотрите. Что здесь? Они старые джинсы, вам нужно сказать. Первое. Когда вы говорите старые, то старые, старые в русском языке есть множественное число прилагательных. То есть старые. В английском языке вы old никогда не скажете. Old будет и множественное число, и единственное число. Неважно. Здесь просто всегда будет old. А вот джинсы нужно сказать в множественном числе. Здесь они везде в множественном числе. Здесь, здесь, здесь. То есть с джинсом и все нормально. Ненормально за old. Этот вариант не катит. Нельзя сказать they are old jeans. Нужно сказать they are old jeans. They are old jeans. Это правильный вариант. They are old jeans. Почему так? Потому что, смотрите, когда у вас прилагательное и существительное, то прилагательное всегда ставится перед существительным, не после существительного. Запомните. То есть сначала adjective. Adjective. А потом уже существительное. Существительное на английском языке будет noun. Например. A good day, for example. A nice smile. A happy child. An expensive car. A poor person. Бедный человек. И так далее. A good book, например. A good... Хорошая книга. A good book. Это книга. Это существительное. Все, что описывает книгу. То есть прилагательное ставится перед словом книга. A good book. A nice book. A horrible book. A terrible book. И так далее. Запомните, пожалуйста, это. Итак, два нюанса. Первый нюанс. Нельзя с прилагательными использовать множественное число. И второй нюанс. Прилагательные ставятся перед существительными. A good book. They are old jeans. Number five. The window. I am cold. Мне холодно. То есть хорошо. No open, don't open, let's don't open. Ну, смотрите. Let's don't open. Если вы говорите, давай не будем открывать окно, нужно сказать let's not open. Let's not open the window. То есть это не подходит. No open. Это... Я лично представляю какой-то знак, написано no opening. Не открывать. Или no smoking. Но здесь ing нет, поэтому это не подходит. Мы говорим просто don't open. Не открывай. Don't smoke here. Не кури здесь. Don't drive fast. Вот так. Это imperative. Number six. I am bored. Мне скучно. Go home. Let's go home. We go home. I go home. А мне скучно. Мы идем домой. Я иду домой. Здесь ничего не подходит, потому что нужно использовать let's. 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 Давай пойдем домой. I'm bored. Мне скучно. Вы делаете предложение. Если вы делаете предложение, вы используете слово let's. Let's. Давай. Let's go home. Давай пойдем домой. Let's do it. Давай это сделаем. Let's do it. Just do it. Let's do it. Let's go home. Let's start. Давай начнем. И так далее. So let's go home. Предложение пойти домой. Let's go home. Number seven. We have six. Количество of pencils. Здесь у нас шесть. Box. Это коробка. То есть шесть коробок карандашей. Box. Единственное число. Здесь не подходит, потому что у нас шесть коробок. То есть нужно сказать boxes. И здесь важный нюанс. Если у вас слово оканчивается на... Так, как я это называю, шокс. То есть шокс для меня это вот такие окончания красивые, которые вместе можно прочитать как шокс. То есть если у вас глагол или существительное оканчивается на шокс, на s, s, h, c, h, это c, h, o, x. Тогда вы добавляете не s к глаголу или к существительному, а добавляете и s. Смотрите, у вас слово бокс оканчивается на x, вот, x это часть шокс, этого шокс. Поэтому добавляете и x, boxes, boxes. Это, это существительное, да, если взять глагол, например, смотреть, watch, watch оканчивается на ch, она смотрит телевизор каждый день, she watches, и s добавляем не просто одну s, а и s. As she watches TV every day, every, every day. Ну вот так, это два разного слова. As she watches TV every day. Вот так, поэтому правильный вариант будет boxes. We have six boxes of pencils. Шесть коробок карандашей. Number eight. I'm hungry. Я голодный. I'm hungry. Let's have a hot dog. You have a hot dog. We have a hot dog. А, опять, здесь мы говорим о предложении. Я голодный, и кто-то предлагает, так пошли поедим. Пошли скушаем, схаваем hot dog. Let's have a hot dog. Have a hot dog. Have это значение означает покушать. Let's have a drink. Давай попьем. Let's have a drink. Let's have a smoke. Давай покурим. Let's have a hot dog. Давай схаваем hot dog. Вот. You have a hot dog. Это как бы вы так годитесь, кто будет есть hot dog. Да ты ешь. You have a hot dog. I don't want it. Следующее, девятое. I have. У меня есть. Можно сказать, кстати, здесь не просто I have. Можно сказать I have got. I have got. После have. Вот сюда. I have got two. Можно просто I have сказать. Just a second. Boxes. Let's have a hot dog. I have two. So I'm talking about the amount of something. Я говорю о количестве. У меня есть два. Watch. 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 Это часы. Наручные именно. Потому что настенные часы будет clock. Вот настенные часы. Clock. А наручные часы. Watch. Только часы множественное число. То есть у нас есть a watch. В английском языке есть единственное число. То есть у вас одни часы на руках. Да. I have a watch. А если несколько часов есть у вас. То вы говорите I have, например, двое часов. I have two watches. И, конечно же, будет правильный ответ a. Потому что здесь мы обязательно добавляем s. Но не такую s, как здесь. А мы добавляем... Здесь вообще нет s. Мы добавляем es. Как вот boxes, watches. Потому что слово watch оканчивается на shocks. На одну из букв, которые входят в слово shocks. Вот, условно говоря. Number ten. In my purse. Это кошелек. В моем кошельке. Запятая лучше тут должна быть. I have three. У меня три. Card credits. Credit cards. Credit cards. Конечно же, credit cards будет. Почему я уже вам объяснил. У нас credit. Это кредитный. Какой? Кредитная. Какточка. Но, так я говорю, в трех кредитных какточках. Cards нужно использовать с s-кой. Никогда cards. И credits нельзя сказать. С прилагательным. Прилагательные в английском языке не имеют множественное число. Поэтому используйте credit cards. In my purse I have three credit cards. What are they? What are they? Что это они? То есть, что это вообще? Я говорю, указываю на множественное число. То есть, на предмет, который состоит из множества вещей. То есть, что это? Я скажу, что это? Они скажут, what are they? Когда вы заведомо знаете. Когда они заведомо знают, что указывают на предметы какие-либо. Например, я указываю на книжки. What are they? Спрашиваю, что это? Но в множественном числе. Потому что я вижу несколько книжек. Но здесь, в этом случае, у нас diary. Diary это ежедневник. Поэтому they are diaries. И здесь вас просят вспомнить о таком важном правиле, когда слово заканчивается на... Например, смотрите, вот diary. То же самое diary. Заканчивается на y. Это важный очень, кстати, нюанс. Когда глагол или существительное заканчивается на y, а перед y идет согласное. Не гласное, а согласное. То есть, конечная буква y одна. И перед этой конечной буквой y идет согласное. При добавлении s мы y меняем на i и добавляем и s. Смотрите, как интересно получается. Y меняем на i. Только в том случае, если у нас перед буквой y идет согласное. То есть, это правило y. Правило y. Я называю. То есть, нужно очень-очень быть внимательным. Если у вас, например, глагол play, играть, и она играет, или он играет, вы скажете he plays, вы просто добавляете s. Не нужно ничего менять. Почему? Потому что перед y идет гласное. Вот a это гласная буква. Какие есть гласные в английском языке? Легко запомнить. Это я, ты и номера на машине ae. ae, ae, ae это все гласные. Если у вас здесь перед y одна из этих букв, тогда вы просто добавляете s, ничего не меняете. Но если же у вас, например, в слове city, вы смотрите город, city, слово заканчивается на y, перед y буква t, она не входит в состав ae. То есть, это согласная, тогда, когда вы хотите сказать города, вы меняете y на i и добавляете es. Вот это очень важно запомнить. Очень важно. То есть, правило номер один, это shocks, когда вы добавляете es. Правило номер два, это y, когда y меняется на i и добавляется es. Не в всех случаях, а в тех случаях, когда у нас y конечная должна быть и перед ys идти согласная буква. Поэтому they are diaries. They are diaries. Вот так будет. Number twelve. I have five. У меня пять on my desk. На моем столе, письменном столе. I have five pens silver, silver pens, pensilvers. Помните, что я вам говорил. Смотрите, у меня пять ручек. Okay, I have five pens on my desk. Но я говорю не о том, что у меня пять ручек. У меня пять. Silver означает серебряные ручки. I have five. Какие? Серебряные – это прилагательные. То есть, нам нужно сказать не pens, silver, а silver pens. Вот этот вариант будет правильный. Прилагательные ставятся перед существительным. I have five silver pens on my desk. Number thirteen. What is it? Что это такое? What is it? It's the umbrella, a umbrella, an umbrella. То есть, я спрашиваю о каком-то незнакомом предмете. И я могу сказать, это зонтик. Да, я не говорю о конкретном зонтике. Я просто... What is it? It's an umbrella. То есть, это не какая-то конкретная umbrella, не конкретный зонтик, а просто зонтик. То есть, за я не использую. Мне нужно выбрать или использовать a, или an. Помните, что an используется перед словом, которое начинается с гласного звука. То есть, у вас есть, например, к слову apple, яблук. Вы не скажете apple. Оно даже странно звучит apple. Apple. Нужно сказать an apple. An apple. Вот. Когда вот здесь гласный звук, в начале слова, перед которым вы хотите поставить актикль, неопределенный тогда, используйте an. An apple. An umbrella. Вот. Number 14. There. Scissors on the desk. Что здесь? На письменном столе ножницы. There. Scissors. Должно быть множественное число. Scissors это они, поэтому будет are. То есть, scissors это they. Поэтому мне is. Нет. А-а. Scissors, ножницы это множественное число. Number 15. Not take photos in here. In here означает здесь. То есть, не фоткайте здесь. Not take photos. Don't take in. Don't take. Нет. Don't take in. Don't take. То есть, don't do it. Don't take photos. То есть, don't drink vodka a lot. Например. Don't take photos in here. Number 16. Please. Пожалуйста. Speak. You speak speaking. Опять. То есть, даже если нет please, вы говорите, просто говорите, используя обычный глагол. Speak. Всё. Чистый глагол без любых, никаких либо окончаний. Please. Speak English in class. Speak English in class. Здесь будет speak, не you speak, speaking, you speak, ты говори английский. Не, не я, you speak English in class. Здесь please speak English in class. Пожалуйста, говорите на английском языке в классе. Number 17. Is it a magazine? Это журнал? No, it's a newspaper. Newspaper это единственное число. A newspaper. N нельзя использовать, потому что N используется, когда у вас следующее за N слово начинается с гласной буквы или, ну, лучше не буквы, звука. То есть, если у вас гласная буква, но она не читается, а звук согласный первый, тот, который читается, то это правило не действует. Например, вот, the USA, да? США. То есть, если у вас, например, яблоко, the Apple, вы читаете, the, не the, а the, если слово начинается с гласной. Но слово USA начинается с гласной буквы, а звук you, это согласный, поэтому не the USA, а the USA, the, 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 не the, the, the USA. Okay, fine. Number 18. Who are the people in the photo? Кто люди на... Кто... Что это за люди на фотке? Who are the people in the photo? Who are the people in the photo? Кто... Это за люди на фотографии. Who are the people in the photo? Так, who are the people? People это люди, person это человек, persons это личности какие-либо, people's народы, то есть who are the people in the photo. Обратите внимание, что на фотке вы не говорите on the photo, вы скажете in the photo, не on the photo, запомните. На фотке в английском языке будет звучать как у фотки, in the photo. Number 19. What is it? What is it? It's identity card, an identity card, an identity card. Нужно использовать актикль, когда у вас есть существительное. Используйте n, не e, потому что n вы привязываете n не к слову card, а к следующему, к первому слову, которое идет за неопределенным актиклем. Нужно an identity card сказать. Нельзя здесь говорить, потому что здесь классная буква. Identity card тоже нельзя сказать, потому что нужно поставить неопределенный артикль. What is it? It's an identity card. It's an identity card. By the way, I wanted to tell you that if you like the lessons, если вам нравятся уроки, разбор грамматических тестов, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, поделитесь видео с друзьями и оставьте комментарий. Все, буду очень благодарен вам. Twenty. I have three expensive cars. Cars expensive. Expensive cars. Тут будет, конечно же, expensive cars. Почему? Потому что, смотрите, нет у нас слова expensive, допустим. Я скажу, у меня три машины, потому что я говорю о количестве. I have three cars. Мне нужно S поставить. Вот cars чудесно. Куда поставить expensive? Expensive ставится перед словом машины. Дорогие машины. У меня три дорогие машины. I have three expensive cars. Нельзя сказать I have expenses. Нельзя expensive тулить S. Expensive будет независимо от слова существительного. Это единственное число или множественное число. то всегда будет expensive без S. Так, поэтому так нельзя. И после cars ставить expensive нельзя тоже. I have three expensive cars. Вот. Дальше у нас слова awful. Что нужно сделать? Кстати, tick нужно тикнуть. Это tick называется. Или action действия to tick. А это cross. To cross. So, opposite adjectives. Антонимы. Антонимы противоположные за значением слова. Awful, например. Awful – это ужасный. Противоположное слово будет не bad, не poor, poor – бедный. А great – чудесный. Поэтому tick I am great. Number two. Dark – темный. Противоположное слово будет new – это новый. Safe – это безопасный. Light – светлый. Конечно же, будет светлый. Low – это когда вы регулируете звук. Вот у вас такая штучка. Чикс, чикс, чикс. Вы регулируете звук. Сюда будет low, а сюда будет написано high. High – хи-джи-хи пишется high. То есть высокий звук. Не nice, не white, не белый. А не nice, не white, не белый. А что? High – высокий. Number four. The same. The same – это тот же самый. The same. Вам нужно выбрать слово, которое означает different. То есть противоположный. Different. So the same – different. 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 Cheap – это дешевый. Dangerous – это опасный. The same – different. Антоним будет слово different. Number five. Good – это хороший. Good – хороший. Bad будет. Bad – плохой. Good, bad – safe – это безопасный. Fantastic – это чудесный. То есть противоположное слово будет bad. Number six. Big – это большой, а маленький будет small. Small – вот он, small – маленький. Large – это большой тоже. Fast – это быстрый. Number seven. Young – молодой. Young – нужно выбрать. Old – старый, потому что new – это новый. Slow – это медленный. So here we have old. Young – old. Wrong. Wrong – so you make a mistake and you are wrong. Wrong – неправ. You are wrong. Вы неправы, да? Окей. Или wrong answer – неправильный ответ. Terrible – ужасный. Right – это правильный. И слово – это медленный. Конечно же, будет right. Weak. Weak – so weak sound, например. Слабый звук. Или weak person – слабый человек. Weak – антоним будет strong. High – это высокий. Good – это хороший. Tall – высокий. Вот у вас высокий. Низкий человек, например, будет short. Не new, не новый. И не молодой. Не young. Будет short. Окей. The next. A, B, or C. To complete the objects. An email address. An email address. Not an email number or an email phone. Конечно же, email address будет an email address. Number eleven. An identity. Уже было это слово. Identity card. Идентификационная какточка. А не идентификационная адрес или email, а карточка. An identity card. Дальше. A card. Какая карта? A number card. Card. Номерная карта? Нет. A credit card. Или purse. Purse – это кошелек. То есть, конечно же, credit card. Кредитка. Очень просто. Дальше. A piece of paper. Ticket photo. Paper – это бумага. Ticket – билет. И фото – фотка. A piece of paper. Кусок бумаги. Лист бумаги. A piece of paper. A mobile picture phone headphones. Mobile phone. Okay. Here you need to choose the letter to put here. For example, B, A, C, K. It would be black. Color black. So, you are choosing letter L. Here purple. Purple. R. Это purple. This is color. Этот цвет. Нет, фиолетовый. Здесь все цвета, видите? Colors. You need to complete using the colors. So, purple. Pin. Pin. K. Pink. Розовый. White. Белый. Здесь pink вот так. White. Белый. Буква I. Так. Это сделали. Now, here tick the words A, B, O, C. I'm stressed. I'm bored. I'm hot. Мне жарко. I'm hot. Please open the window. Смотрите. Open the window. Не you open the window. Просто открой окно. Open the window. Open the window. Не открывай окно. Don't open the window. I'm... Can I have a mineral water? Когда вы просите минеральную воду. Можно мне минеральной воды? Можно я буду иметь? Can I have... Можно мне, да? Can I have a mineral water? Это просьба. Вы у кого-либо... У кого-то просите. Can I have a mineral water? I'm... I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Can I have a mineral water? I'm thirsty. Пожалуйста, не едь быстро. I'm happy. Я счастлива. I'm thirsty. Я хочу пить. I'm frightened. Я напуганная. Конечно же, будет I'm frightened. Я напуганная. I'm frightened. Frightened означает напуганный. I'm angry. Я зол. I'm hungry. Я голодный. Или I'm worried. Я беспокоен. Am – это сокращенно от I am. So, I'm какой? Let's go to a cafe. Ну, если человек хочет в кафе, предлагает пойти в кафе, то он голоден, да? Так, это сделали. Дальше. Pronunciation. Смотрите, как пишется pronunciation pro. Which word has a different sound? Какое слово имеет отличительный звук? То есть, card. Здесь звук R. Здесь eh. Eh. Happy, angry. Вот такой звук. Здесь angry. И вот такой звук здесь. Поэтому card – другой звук будет. A different sound. A different from those two words. These two words. So, here we have story. Story. A long sound. Oh. Story. Да? Здесь hot. Вот так пишется. И wrong. Вот так пишется. То есть, story. У нас будет different sound. Number two. Em. Thanks. Car. Car будет R. А здесь будет вот такой звук eh. Широкий звук eh. Okay. So, the correct answer would be C. Car. City. Difficult. Tired. Tired. Of course, tired. Air. Dishon air. Tired. Here we have city. Город. Difficult. Сложный. А здесь уставший. Tired. Number four. Full. Короткий звук u. Вот он так сейчас пишется. Good. Короткий звук u. А здесь u. Две точечки означают, что звук длинный. Boot. Boot. Длинный звук. Boot. Number five. Watch. Watch. Box. Phone. Watch. O. 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 Здесь O. Дифтонг O. Поэтому звук здесь будет different sound phone. Здесь boot. Okay. Number six. Нужно правильно поставить stress. Stress это ударение. Which is the stressed syllable? Какой слог под ударением? Umbrella. 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 Конечно же Umbrella. Umbrella. Untidy. 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 Ударение на слог в такой untidy. Untidy. Часто бывает, когда у вас есть префикс, то ударение падает после префикса на корень слова. Tidy. Untidy. Newspaper. 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 Ударение на первый слог. Computer. 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 На второй слог. Identity. 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 So we have the second syllable, which is stressed, identity. Number ten. Dangerous. 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 Первый слог. Под ударением. Dangerous. 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 Вот. Все на сегодня. Пожалуйста, друзья, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на канал. Поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк. Не важно. Если вам нравится видео, поставьте лайк. Все. Пока. Подписывайтесь на канал.